Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить говяжьи губы. Это вот такая штука. Я даже не знал, что говяжьи губы вот так выглядят. Конечно, это все почти неправда, но я сейчас нахожусь в таком интересном месте, что здесь абсолютно никто не продает ни свиные воловы, ни говяжьи. Их как-то разделывают. И я нашел магазинчик, в котором продают телящие губы. На самом деле, это не губы, а внутренняя часть рта коровы или бычка. Это по текстуре похоже на язык, но намного жестче. Я пробовал разные рецепты, как эту штуку приготовить, и нашел самый идеальный, на мой взгляд, рецепт. Получается очень вкусно, нежно, мягко, без всякого запаха, без отходов. Кстати, вот эти штучки, которые они называют телящие губы, стоят всего, 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 всего. Один доллар. Очень дешево, но очень вкусно. Рецепт легкий, простой, готовится сам. Нам абсолютно ничего делать не нужно. Просто посолить, приправить, и все будет само готовиться. Быстро и красиво. Очень простой набор пряностей. Черный перец. Душистый перец. Зерна кориандра. Растираю. Сюда же я сразу добавляю соль. Столько, сколько нужно посолить. Вместе с солью пряности лучше растираются и передают ей свой аромат. Немножко мускатного ореха. Вот здесь сушеный чеснок. Я специально не добавляю свежий чеснок, потому что та технология приготовления, которая будет использоваться, свежий чеснок не так будет отдавать свой аромат. И немного каенского перца. Это много, поменьше. Вот столько. Также я буду использовать корень имбиря и морковку. Вот так внутри выглядят телячьи губы. Хотя, на самом деле, мне кажется, все-таки это не губы, а щеки. Красивые. Вот эта пленочка вся потом сама легко будет сниматься. Сбрезаю слегка обычным растительным маслом. Пергаментный лист я осмочил растительным маслом. И теперь делаю вот так. Наружной стороной, на которой есть вот такие сосочки, я выкладываю вниз. В серединку кладу овощи, то есть имбирь и морковку. И сверху накрываю кусочками вот этого чуда. Губы или щеки. Не знаю, как его даже лучше назвать. Тоже вот этой шкуркой вверх. И вот такие овощи. Мы, вот такие овощи. И вот такие овощи. И вот такие овощи. теперь если есть марля можно использовать марлю у меня есть бинт я это аккуратно все заматываю бинт чтобы она держала форму матовой стороной фольгу наружу заматываю телячьи губы в два слоя фольги вот такие красивые телячьи губы получились в фольге я их буду запекать в духовке при температуре не выше 105 107 градусов сейчас 10 часов утра это будет длиться где-то до 18 17 30 здесь у меня творожная запеканка вернее творожно-тыквенная запеканка духовка уже разогрета класть телячьи губы нужно не на противень а на решетку чтобы они от противня не нагревались слишком сильно вот так раз уменьшаю у меня газовая духовка и поэтому температура здесь низкая не делается чтобы телячьи губы не перегревались я буду использовать термометр и оставлю вот такую щель в духовке это уже способ проверенный и я знаю сколько температуры будет друзья если вы хотите узнать как легко быстро и правильно сделать обалденные творожно-тыквенную запеканку ссылочка вон там вверху сколько здесь соков горяченькая у класса снимаю пленочку она горячая все правда дегустация телячьих губ а морковка морковка пропиталась ароматом имбиря и вкусом вот такой кусочек и на срезе и по текстуре напоминает конечно же язык говяжий пахнет мясом хорошей говядиной да текстура волшебная не могу передать как это мягко вкусно класс мягко вкусненькая а издалека кажется полностью настоящий язык а это не язык это губы друзья если вам понравилось это видео как легко и просто приготовить вот такое вкусное блюдо это в тысячу раз вкуснее чем говяжий язык тогда ставьте обязательно вот такие огромные огромные лайки пишите в комментариях готовите ли вы такие блюда из таких частей животного подписывайтесь на мой канал и помните кухня это самое спокойное место спасибо за просмотр! 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 Продолжение следует...